Каменные сердца И так, в прошлой части мы остановились с вами на то, что нашли логово бандитов И давайте сейчас мы его обыщем Я хочу найти чертежи афирского снаряжения Ох ты, блин, зараза-то Нифига тут Ничего себе меня кидает Ну иди сюда А вот это другое дело Так, давайте смотреть, что у них тут есть Ну как-то маловато, да? Три сундука всего лишь Отлично, масло против зверей Прочитать найденное письмо Ну давай прочтем Письмо с заказами Роб, я дал тебе целый месяц И что? Ничего Никакого движения Перевода как не было, так и нет Довольно Хватит груши оклачивать Поступим вот так Возьми себе один чертеж и смотри на него, пока что-нибудь не увидишь А остальные пошли в другие лагеря Может найдется кто-нибудь не такой дремучий Что сможет перевести эти херовые писюльки во что-то полезное Алхимики, у которых лагерь рядом с пасекой Большую часть своих жизней провели, сгорбившись над книгами Пошли один чертеж туда Второй пошли той банде, что поселилась в руинах у озера Один из тамошних ребят вроде как возведен в сан преподобного Знает всякие странные языки И по поводу нашей перевалочной базы в болотах у заброшенной деревни Там был паренек Бывший помощник библиотекаря Ему пошли третий чертеж Ульрих По скриптам, чтобы вдохновиться, попробуй перевести это Так Оставшиеся лагеря Ну давай, обыщем Сто метров Думаю, пробежимся Так У меня яд повешено нормально? Тоже нормально Так, отлично Хорошо Так, какой-нибудь знак Квен давайте Да чтоб тебя Иди сюда Ух ты Тут у нас еще и лучник есть Здорово Так, собираем Записки фетодеамина Так так сколько пол километра не тут улучшен лошадки на нашей латване так быстро да она пока что никуда не идет ну давай же геральт в чем дело что с этой платвой не так не торопись чтоб тебя а где же отскакивание стрел а а Да, чудесный день, чтобы умереть. Ну что, это осталось последнее. А, штоп тебе. Так, где тут последний? А, тут и один. У вас тут еще целая гора. На всех хватит моего меча. Так, у меня меч ломался, блин. Офигеть. Да, для вас сейчас все кончится. Абсолютно. Так, остался еще один. И он где-то у нас здесь обитает. Или наверху. Ладно, фиг с ним. У меня он там до фени. Так, что полезно у нас здесь? Да. Так,こ. Более. Это другая. Так, без пыли. Яйцо какое-то нашли Так, ну что, это последний чертеж Так, отлично Надо починить нам меч Отлично Так 200 с лишним метров, но у нас здесь есть быстрое примещение Так что давайте воспользуемся им Рад тебя снова видеть Мне удалось найти твои чертежи Я знал, что ты мне поможешь Ты возвращаешь мне веру в людей Ибо сейчас я вижу, что даже в столь варварском краю Можно встретить истинное благородство Пустяки не стоят благодарности Как мы и договорились, я сделаю для тебя копии чертежей Но это займет целый день Возвратись ко мне завтра И ты получишь свою награду В таком случае до завтра Отлично Один день Ну давай сначала починим, во-первых Все, что можем починить У нашего друга Мастера Рун Так, продать я тебе ничего не могу А вот починить Ну давай почини все за 984, да? И сейчас попробуем вернуть свои деньги обратно Ух ты Серебряный меч Давайте сравнивать Мощь Аарда на 5% меньше Зато есть Аксий Шанс вызвать кровотечение Тут нет Тут заморозка Критический удар Слабо Дополнительный урон В практическом ударе Ну, так себе Хоть он на 2 и выше урон Но Слабоватый Слабоватый 683 Давайте продаем Остается 305 276 Вот это я бы тоже продал бы Хм А, у меня много чем нужно еще продать Как недостаточно денег Странные вы, ребята Недостаточно денег Все у него достаточно Так 32 Да Ну ладно И так сойдет Спасибо Будь здоров Так Ну что ж Давайте, наверное, заночуем здесь И до рассвета еще Отлично Рад тебя снова видеть Копии чертежей Уже готовы? Готовы Прошу тебя Прими их вместе с моей благодарностью Благодарю Доброго тебе здоровья Отлично Так Давайте посмотрим Что это у нас за Так Это алхимия Да что ж вы прицепились С этими Подсказками-то Так Арбалет не нужен Болты нет Доспехи Так Какой же тут был Доспех-то Вот Афирский доспех Ух ты Три ячеечки Знак Мощь АКВ На 20% Мощь РД На плюс 10 Мощь Аксия Плюс 10 Блин, ну зато Все остальное В минусе Колющим Минус Мощь ААРТ Минус Ну ААРТ Ладно Фиг с ним А вот рубящими И ударным Вообще По нулям Да А нет Минус 5 Рубящим Минус 10 Колющим Вообще Минус 40 Не знаю Какой-то я думал Он будет более Мощный А это какой-то Всего лишь На 45 Выше броня Но все остальное Слабовато Если честно То слабовато Так Инструменты Не нужны Компоненты Тоже Мусор Тоже Перчатки Вот Афирские Перчатки Опять Колющим Нету А чудовищ Нету Одни только Эти Знаки Акси И все остальное Ну Смысл Слабые Какие-то Слабые Я думал Будут Посильнее Так Сапоги Афирские Сапоги Опять все Минус Что ж Такое Одни Только Знаки Нет Тоже Все Это не Интересно Это Это Сейчас У меня Вот Так Народа Ольх Ладно Не то что я ожидал от этих Нарядов Думал Будет Получше Так Смотрим Дополнительные задачи Все выполнены Охота за сокровищами Остались только По основной Линии Сюжетной Ну что ж Тогда идем В Сизам Откройся Так Так Там у нас где-то Тачила Есть Остались Продолжение следует... Это аукционный дом Барсоди? Точняк. Рядовой кляйнер, вы на службе. Разговоры с гражданскими неуместны. Цель вашего визита... Любопытно. Вы ряданские солдаты, да? Капрал Вацлав на посту. Этот солдат мой подчиненный, рядовой кляйнер. Смотри, не обосрись от счастья, командир. Что-то сказали, боец? Ничего. А вам, случайно, не нужно быть на фронте? Приказ о переводе 76 ЦВХ. Задача. Охрана аукционного дома Барсоди. Важность особая. У этого Барсоди при дворе связи. Он тут сбывает трофеи по самым высоким ценам, а взамен получает охрану. Рядовой кляйнер. Эти сведения — военная тайна. Кто-нибудь из хозяев здесь? То есть, единоличный владелец достопочтенный Хорст Барсоди? Он здесь. Я к нему по делу. Приказ 76 ЦВХ. Внутрь допускаются только участники аукциона с именными приглашениями. Уверен, мы договоримся. Сомневаюсь. Согласно приказу 76 ЦВХ, Каправо Вацлаву вожжа под хвост попало. Кляйнер, вы помните, что нарушение субординации наказуемо? Кого я вижу? Геральт, ведьмак из Римии! Вим Вивальди, банкир из... Откуда ж ты есть-то? Да неважно. Деньги границ не знают. В чем дело, Каправо Вацлав? Вы перечите Геральту? Господин Вивальди, ваш досточтивый друг не имеет приглашения на аукцион, а... А я имею. Проходите, Геральт. Будьте моим спутником. Ну, приказы... Приказы, херазы! Мне что, жалобу сержанту подать? А? А то-то... Смирно! И пасть закрыть! Вот это точно. А то разве пендрился. Вот ребята в казарме посмеются. Тихо! На обход! Шагом! Харш! Левой! Левой! Спасибо за помощь. Да ладно. Чего только не сделаешь для старых клиентов. Приятно иметь с тобой дело, Вим. И жена моя покойная так говорила. О-хо-хо! Народ уже собирается на аукцион. Пойдёмте наверх. Ну, а что выставляют на аукцион? Всё, что есть ценного. Украшения, редкое оружие, всякую экзотику. Я здесь за полотнами портретистов Мориборской школы. Ван Дейка и Ван Дерхуя. Надо же. Я не знал, что ты коллекционер. Конечно, нет. По мне все художники от слова худо. Я эти картины вообще все фидержу. Тогда зачем? Как зачем, Геральт? Я же диверсифицирую инвестиционный портфель. Мне казалось, что аукционный дом Барсоди в Новиграде. Был, да переехал. Родовид предложил Хорсту льготный налог. Ноль процентов. Ха, щедрое предложение. Да, вот что называется дружественное государство. Вим, на самом деле мне нужно поговорить с Хорстом Барсоди. У-у-у, а вот с этим может быть проблема. Почему? Потому что нелюдим он страшный. Не то, что его отец упокоил, милители его душу. Но Хорст обычно выходит к гостям на минутку. Я вас ему представлю. Буду очень обязан. Ерунда. Обязывают только векселяда ипотека. Хе-хе. Ну добро, пойдемте наверх. Пошли. Белое золото, перламутр, инкрухивов, инкрухивов. Ха, знакомый единорог. Продана мадам Велеппин. Должно быть из коллекции какой-то чародейки. Ну, даже мы знаем какой именно чародейки. Хе-хе-хе. Так, пошли наверх. Геральт, почему бы вам в самом деле не купить дом? Хе-хе. Могу устроить очень привлекательный кредит. Кредит не бывает привлекательным, Вим. Это точно. Хм. Крохотные порции, скверная выпивка. Ну, не все так плохо, вот увидите. Зато представлю вас с парей интересных знакомых. Пожилая дама, вон там. Это графиня Миньоль. У вас точно найдется тема для разговора. А вон там, в углу, Гилберт. Говоришь, поднялся на игре в квинт. Так, побеседовать со знакомым Вивальди. А-а-а! Ты же сам картинами торгуешь, друг мой. Верно. Но я наслаждаюсь ими. А ты не отличаешь от ценных бумаг. Из всех искусств тебе понятно разве что кулинария. А что же ты, ведьмак? Ты что-нибудь знаешь о живописи? Да, кое-что знаю. Хоть в это и трудно поверить, глядя на мой непритязательный облик. Неужели? Что ж, увидим. Ты знал, что наш приятель Вивальди владеет пятью полотнами Ван дер Хууя? Но он не отличит их от картинок по пять крон за штуку. Я и спорить не стану. Так скажи мне, ведьмак-ценитель, какое из этих полотен создано Эдвардом Ван дер Хууем, мастером из Морибора? Это ведь не составит для тебя труда. Офигеть. Откуда же я знаю, кто он такой? Даже не знаю, блин, что выбрать. Что бы выбрать. Панорама Новиграда. Портрет купца. Натюрморт. Батальное полотно. Идиллический пейзаж. Пусть будет портрет купца. Вот такой вопрос. Ну, конечно же, купец с жемчужиной. Надо же! Кто бы мог подумать. Позволь на минутку. Прости мне мою дерзость. Я полагал, что ты невежда на манер Вивальди. В знак раскаяния я хочу дать тебе совет. На аукционе можно будет за бесценок купить полотно Ван Рога. Этот художник не знаменит. Однако Маркус Ходгерсон, хозяин книжной лавки на Новиградском рынке, платит за его картины хорошую цену. Ясно. А теперь, извини. Я вижу, меня зовут друзья. Что он вам сказал? Ничего стоящего. Правда? Хм. Жаль. Пойдем отсюда, Геральт. Меня уже в глазах хребит от этой мазни. Так, я так полагаю, нам надо будет купить эту картину. Попробуем на ней заработать. Милостивая графиня. Позвольте представить вам моего друга Геральта из Риви. Ведьмака из школы Волка. Простите, разве мы когда-то уже... Нет, я узнала вашу школу по медальону. К слову, Геральт. Графиня Миньоль – известный коллекционер ведьминалий. Ведьминалий? Что это? Всякого рода предметы, связанные с ведьмачьим ремеслом. Мечи, снаряжение, медальон. Отчего же у вас, госпожа, такой интерес к скромным убийцам чудищ? Приятные воспоминания. Моей столь далекой юности. Не говорите так, графиня. Вы в самом расцвете. Это так мило, господин Гевальди. Но кроме ведьминалий, в моем доме есть еще и зеркала. Какова же жемчужина вашей коллекции? Старинный панцирь школы Волка. 1234 год. Классика. Продается ли он? Боюсь, что нет. Это память о дорогих мне чувствах. Но прочие ведьмачьи цацки можно и сторговать. Глядишь, и наклюнется, какая сделка. Мне, как посреднику, полагается скромная плата. 5% не больше. Ну, давайте посмотрим. Ты как всегда, Вим. Ни за что не упустишь шанса пополнить свой кошелек. Но почему бы и нет? Можно и поторговать. Что у тебя? Чертежи, доспехи, школы, змеи. Сапоги. Не знаю, у меня... По-моему, все это есть. Не вижу смысла торговаться с ней. Графиня, вы уже что-то присмотрели на этом аукционе? Нет. Но Хорст Барсоди клялся, что выставит на торги то, что меня заинтересует. А подробностей он не выдал? Нет. Вы же знаете, какой он. Ходячая тайна. Давайте сменим тему. Сударь ведьмак, не окажете ли вы даме одну услугу? Это зависит от услуги. О, это мелочь. Я только что была на балконе и обронила там сережку. Думаю, она где-то между досками, но я не смогла ее найти. Может быть, вы с вашими кошачьими глазами? Не беспокойтесь, сейчас же поищу. Буду вам очень признательна. Сейчас вернусь. Ну, давай поищем сережку. Разлитое вино. Ничего больше. Тут ведь нет никакой сережки, правда? Нет. Тогда прошу, графиня, объясните, в чем дело. Только без шуток. Прошу простить. Я... Боги, как это неловко. Вы... Вы знаете Весемира? Он немного ниже вас, носил усы. Знаю ли я? Он научил меня всему, что я знаю. Что? Как он сейчас? Могу я спросить? Конечно, можете. Но прежде... Расскажите, что именно вас связывало. Никому я не говорила об этом, но... Хорошо, я расскажу. В тридцать четвертом году, зимой, в Оксенфурте завелась какая-то бестия. Это был Фледер, кажется. Но... Объявили награду. В город приехал ведьмак... Весемир. Из школы волка. Он искал следы чудовища возле нашего имения. Между нами сразу пробежала искра. Я послала ему записку с гувернанткой. Потом он приходил тайно. Каждую ночь. Но однажды отец что-то услышал. Весемиру пришлось поспешно уйти, он даже не успел забрать доспех. А, так вот оно, начало вашей коллекции. Да, и конец нашей любви. Отец выписал на него гончий лист, меня спешно выдали замуж. К счастью, мой супруг умер молодым, оставив мне приличное состояние. И вот, я живу воспоминаниями. Да, к сожалению, Весемир погиб. Спасибо за то, что вы благородно терпели выжившую из ума старую. Не говорите так. Я стара и богата, могу говорить, что хочу. А сейчас, прошу, оставьте меня одну. Я вернусь на аукцион. Блин, и сразу воспоминания нахлынули. И смотрят, на ком бы заколотить деньги. Так, ну а где наш этот картежник? Давайте с ним сыграем теперь. Гилберт, сколько лет? Позволь тебе представить, мой друг Геральт из Ривии. Приветствую. Здравствуйте, очень рад. Ну как, уже решил, за что торговаться будешь? Да нет, куплю, что понравится. Парадное что-нибудь. На стену повешу. Нильфгард. Я угадал? Простите. Твоя колода для Гвинта. Нильфгард, верно? Предпочитаю королевство Севера. Мимо. Моя колода с Каэтэлли. Ну да, ну да. Инициатива наказуема. Ага. Скажу тебе по секрету, Гилберт, что Геральт, игрок отменный. Отменный. А, аукцион начинать еще не думают. Так может того? Партиечку? Почему бы и нет? То давай максимальную, 120, 250. Что теряем? Почему бы и нет? Рискнул? Доставай колоду. Отлично. Тогда я сдаю. Чудно. Геральт, отойдем на минуточку. Что такое? Видите ли, раз я устроил вашу встречу, то будет справедливо, если вы уступите мне часть выигрыша. 10% как посреднику. Ты ведь для этого нас и познакомил. Друг мой, деньги не пахнут. А уж я-то их повидал. Ну, так как. Будь по-твоему. Что ж, ты помог мне сюда попасть. Будь по-твоему. Если выиграю, 10% тебе. А может 15? Да пошел ты. Добро. Играем. Так, отлично. Начинаем. Гербгард сам играет. Понятно. Так, меняем. Хивая. Отлично. Хорошая замена. Плохая замена. Ладно. Раз я первый, значит я первый. Забирает. Ладно. А я тебе еще вот так. Ладно, давай вот так. Так, заберем. 17 у него. Нифига себе. Ладно. Ух ты, 7 добавил, да? Так, ладно, попробуем. Не получилось. Ах ты, блин. Вот это я сейчас проиграю. Это я чувствую сейчас по полной. Удачи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... 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 Не может быть! Так не должно быть! Ты и точно жульничал! Наложил на меня чары? Эй, полегче, Гилберт! А не то Геральт потребует у тебя удовлетворения! Хе, сам его удовлетворяй! Мелкий ты бородатый жмот! Хе-хе-хе! Навешу-ка я ему процент побольше! На следующий кредит! Хе-хе-хе! Так, дождаться начало аукциона! Уважаемые дамы и господа! Аукцион вот-вот начнется! Прошу занимать места! Оооо, наконец-то! Идите вперед, иначе ничего не будет видно! Продолжение следует... Хорст Барсуаги, и я вас друг другу представлю! Хорошо бы! Кстати, как там ваши финансы? Будете делать ставки? Разумеется, буду. Раз уж мы с тобой здесь оказались, грех не развлечься. Хе-хе! Так и знал, дружище! Досточтимые гости! Рад приветствовать вас! Начнем торги! Уважаемые господа! Лот номер один — латунная статуэтка из коллекции овеянного дурной славой графа Рамиллы. По слухам, внутри нее скрыто сокровище. В чем, однако, можно удостовериться, лишь уничтожив эту прекрасную вещицу. Начальная цена — всего 50 крон. Кто больше? Его милость, Гилберт, 100! Графиня Миньоль — 150! Кажется, я слышу 200! Господа, кто даст 200? Раз, два... Кто больше? Три! Многоуважаемый Яромир дает 300! Кто-нибудь предложит больше? 300 раз! Графиня Миньоль — 350! Раз, два... Первый лот! Таинственная латунная фигурка уходит графиня Миньоль! А теперь лот номер два! Картина молодого новиградского художника Ван Рога «Звездная ночь над Понтером». Очаровательно! Начнем торг с 20 крон! Дамы и господа, кто же даст 20 крон? О! Сударь с кошачьими глазами дает 20! Кто больше? 20 раз, 22, 23! Продано! Картина уходит Сударю с кошачьими глазами! Дамы и господа, переходим к лоту номер три! Редчайший предмет! Очки в золотой оправе с линзами из горного хрусталя, любовно обработанные маленькими ручками гномьих мастеров, некогда принадлежали знаменитому наемному убийце, профессору. Начнем с 200 крон! Ваши ставки? Мастер Гвинта Гилберт дает 250! Кто больше? О, прекрасно! Вальдемар Иванович Зайцев дает 300! 300 раз, 302! Дамы и господа, Сударь с белыми волосами дает 350! Что? Я же не... 350 раз, 352, 350... О! Графиня Медьоль дает 400! Кто даст больше? 400 раз, 402, 403! Продано! Какой волнующий аукцион! Первые три лота пройдены! Объявляю небольшой перерыв, после чего мы продолжим! Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр, и увидимся в следующих прохождениях. Всем пока!